Блогеру Владимиру Сверкалову стал известен проект реконструкции исторического центра Самары в границах улиц Комсомольской и Фрунзе, а также акватория рек Волги и Самары. Согласно документу, на Самарской стрелке будет построена рекреационная зона с конгрессно-концертным холлом и дворцом бракосочетания, тематический парк, зона спортивных площадок, школа и гостиничный комплекс. Стрелка будет отсечена искусственным водоемом, через который возведут пешеходные и автомобильные мосты. Экологи могут вздохнуть спокойно. Протоки здесь не будет, добавляет Сверкалов. Блогер Андрей Соколов пишет, что сегодня в администрации Октябрьского района в рамках заседания Совета по развитию предпринимательства было представлено научное обоснование оптимизации размещения временных торговых объектов потребительского рынка на территории города. Вопреки обещанному, никакого обсуждения на презентации не состоялось. Председательствующий чиновник обрубал все злободневные вопросы предпринимателей. Им просто предлагалось делать бизнес по научной схеме. Не оставляло ощущения, что мероприятие прошло для галочки, заключает Соколов. Блогер Управ.Инфо сообщает, что в Самаре обновилась прибывалка 63 – транспортное приложение для пользователей смартфонов и планшетов на системе Android. С помощью этой системы можно посмотреть прогноз прибытия городского транспорта. Впервые за два года приложение переписано фактически с нуля. Была использована новая технология, при этом привычный всем дизайн сохранился. В прибывалке 63 движения трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов отслеживается в реальном времени с помощью GPS-глонас-трекеров.